Встреча с городской общественностью традиционно проходила в формате вопрос-ответ. И первая же реплика из зала обозначила серьезную тему – актуальности генерального плана Сочи. Сегодня реальная застройка города порой идет вразрез с главным градостроительным документом. Поэтому и вывод лежит на поверхности – генплан и правила землепользования должны быть предметом серьезных общественных обсуждений. Спросили Константина Затулина и о проблеме защиты прав соотечественников, проживающих в ближнем зарубежье. А следом – о межгосударственных конфликтах, происходящих сегодня на постсоветском пространстве. К слову, Константин Затулин принимал непосредственное участие в возвращении Крыма и Севастополя. Пять раз объявлялся персоной нон-грата на Украине. По словам директора Института стран СНГ, наши соотечественники в странах ближнего зарубежья, которые тянутся к России и считают русский язык родным, должны опираться на поддержку российского государства. Я считаю, что все, кто относится к народам, исторически проживающим на территории нынешней Российской Федерации, должны получить, если они этого хотят, российское гражданство и должны иметь право, если они хотят, переехать в Россию, здесь работать и трудиться. А может быть, не переезжать в Россию, а находиться в своих новых независимых государствах, но при этом располагать, кроме своего паспорта гражданина Казахстана или Украины, еще и паспортом гражданина Российской Федерации. От международных тем перешли к городским вопросам. Проблема незаконного строительства и обманутых дольщиков для Сочи актуальна, как, впрочем, и для многих других крупных городов. Защитить интересы будущих владельцев жилья на 100% законодательство пока не может. Безответственные застройщики, а порой и просто мошенники, находят способ заработать и избежать наказания за невыполненные обещания. В итоге в стране ежегодно тысячи дольщиков остаются и без денег, и без жилья. Решения, конечно, понятно, они не могут быть простыми, потому что речь идет о людях, которые вкладывали свои деньги. Они при этом, когда вкладывали эти деньги, как бы не страховали эти свои вклады и не спрашивали государство, можно, нельзя вкладывать, считали, что это нормальное строительство. Конечно, долю ответственности государство за это несет, но как теперь эту долю ответственности обратить на решение конкретных проблем квартирных квартир, вот здесь возникает проблема. И надо, мне кажется, разбираться, как вы правильно призываете, в каждом случае конкретно. Решить другую проблему доступности для жителей стадиона в поселке Лазаревска теперь предстоит суду. Вопрос о судьбе объекта прозвучал из зала. Председатель горсобрания Виктор Филонов заверил, спортивное сооружение рано или поздно вернут городу, отремонтируют и музыкальную школу на улице Партизанской. Депутатская группа этот процесс проконтролирует. Вопрос о ее ремонте и подъездных путях мы рассматриваем. И я как раз депутатом являюсь, поэтому этому вниманию мы уделим и сделаем ремонт, для того, чтобы детям было хорошо подходить к этой музыкальной школе. Разобраться в каждом частном случае могут помочь в том числе общественники, представители сочинских ТОСов. Им это и другие проблемы курорта известны. Как уверяют в сочинском отделении партии «Единая Россия», каждое предложение и обращение от жителей будет внимательно рассмотрено и станет основой для серьезной работы как на местах, так и на федеральном уровне. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». АПЛОДИСМЕНТИЕ. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».